Я здесь, я приехал, я ей закричу, я маме своей закричу, я маме своей закричу. Борила, мир борила мне и теперь. Мама самый лучший и надёжный. Жизнь подарила, мир борила мне и теперь. Мама ваша семью и солнце. Жизнь подарила мне и теперь. Такой станет, сожлеет ты. От чистого сердца, простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим её как хорошего друга. За то, что у нас с ней всё сообща. За то, что когда нам приходится туго, мы можем сплакнуть у родного плеча. Мы любим её и за то, что порою становятся строже в морщинках глаза. Но стоит с повинной прийти головою. Исчезнут морщинки, умчится гроза. За то, что всегда без утайки и прямо мы можем доверить ей сердце своё. И просто за то, что она наша мама. Мы крепко и нежно любим её. Дорогие друзья, добрый вечер. Давайте ещё раз поблагодарим Вениамина за прекрасное начало нашего праздника. Умница, спасибо тебе большое. Добро пожаловать на наш праздник. Мы вас всех приветствуем. Мы сегодня собрались не просто так. Как вы понимаете, мы будем праздновать. Что мы будем праздновать? День матери. Молодец. Читала афишу. Праздник новый для нашей страны. Но мы очень рады, что наконец-то такого важного человека, как мама, важного в жизни каждого, мы можем целый день в году официально поздравлять. И надеемся, конечно, что мы все будем делать это не только в этот день. Итак. Мы сегодня с Астой дебютируем в дуэте. Давайте вы нас немножко поддержите. Дорогие друзья, сегодня мы подготовили для вас чудесную программу. У нас будет очень разнообразная сегодня вечеринка. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя комфортно, уютно. У нас такая гостеприимная сцена в буквоеде. И мы сейчас пригласим наших сегодняшних основных героинь, которые нам подарят сегодня очень разнообразную программу. Пожалуйста. Момот Анастасия, детский писатель и поэт. Ваши аплодисменты, друзья. Давайте Анастасию поприветствуем на нашей сцене. Уже далеко не впервые, Анастасия наш добрый друг. Кристина Кретова, детский писатель и радиоведущая. Аплодисменты, Юга Анастасия. Аплодисменты, Юга Анастасия. Аплодисменты. Аплодисменты. Вот к нам бежит Анна. И еще одна наша гостья. Софи. Музыкант и электровиолончелистка. Аплодисменты, друзья. Друзья, вот такие чудесные у нас гости сегодня, одна краше другой. Сегодня представят нам разнообразную программу, и давайте немножко с ними поближе познакомимся. А как нам это лучше сделать? Давайте будем задавать каждому по 2-3 вопроса. Давайте. И будем... Что задавать? Прекрасно, давай. Я тебе доверяю, задавая вопросы, пусть наши гости сразу же нам все карты раскроют. Итак, первый вопрос это. Кем вы мечтали стать в детстве? Соня, я думаю, тебе. Софи, да. У меня было очень много желаний. Я очень хотела заниматься балетом, очень хотела играть на рояле. Еще я очень хотела быть водителем троллейбуса. Почему-то, я не знаю. Ну, а представляете, если бы я был такой возник. Вау, где-то троллейбус. Да, у меня очень такие были друг с другом контрастирующие желания и мечты. Вот, и очень многое, что сбылось. И даже то, что сбылось, на самом деле меня радует больше, чем то, о чем я мечтала. Вот, собственно говоря. Сапунева Анна. Только сам вопрос. Да? Нет, не тот же самый вопрос. Вот как мы достигли всего этого? Каким образом? Вот всего этого чего? Всего? Всего, что перечисляли. Кедоког, психолог и так далее. Мне даже как-то сложно. Наверное, это учеба где-то в каких-то заведениях. Это... Что это еще? Местикам непросто отвечать на детские вопросы. Да, вот какой-то камерзный вопрос. Чего, да, как я достигла. Наверное, в моей жизни очень много хороших людей попадалось. И я очень рада каждому человеку, который был в моей жизни. И только благодаря им я достигла того и пришла того, туда, где я сейчас нахожусь. Да, Анастасия, скажите честно, какой ваш любимый стих, который вы сочлили? Опа! Мой? Да, ваш. Сложный вопрос, правда. Знаете, на самом деле, наверное, я очень люблю... Ну, их много. Ну, вот если прям выделить какие-то... Я очень люблю поэму, потому что Петербург. Вот, кто-то из присутствующих ее слышал и даже исполнял. Очень люблю стихотворение про войну, которое еще здесь не звучало ни разу. И стихи про маму. Да, и Кристина Кретова. Какая ваша любимая книга? Моя любимая книга... У меня их много. Нет, ну только если брать одну. Ну вот, если сейчас... Вот одной вообще нету. Вопрос без ответа. Но если выделять, наверное, то это... Камни его родина. Вот, Гилберт, писатель есть такой американский. Это книга, с которой я иду по жизни, не знаю почему. Вот, да. Аста, я предлагаю следующие наши вопросы задавать в формате Блица. Или-или. Давай? Да. И мы так сможем быстро сложить портрет о наших сегодняшних гостях. Ну а вы быстро-быстро отвечайте. Чай или кофе? Кофе. Много. Следующий. Петербург или Москва? Петербург. Ой. Красавец. Книга или кино? Книга. Это правильный ответ, мы в книжном магазине. Италия или Япония? Ого. Это... Ду-ду-ду-ду. Я растерялась. Их подсказки. А, я смотрю, там кто-то хочет ответить. Да, подсказки. Ну, давай. Италия. Италия, хорошо. Мы можем, конечно, проголосовать, но вообще я за всю планету Земля. Я хочу побывать везде. Спасибо, дорогие друзья. Я думаю, что у нас минимальное сложилось впечатление о наших сегодняшних гостях, и в процессе нашего вечера мы сможем еще ближе познакомиться. Мы благодарим Софи, благодарим Анну, благодарим Анастасию, провожаем под бурные аплодисменты, но ненадолго, потому что мы еще сегодня увидимся с девушками. А на сцене у нас осталась Кристина. Кристина и Аста, я вам раскрою секрет, настоящие профессионалы, потому что вы вот поняли или нет, что перед вами мама и дочка. Как они, да, держались на сцене, и на вы друг друга, и вопросы, как в первый раз. А вот Кристина у нас писательница, как вы знаете, и Аста Ураган, прототип этой героини стоит прямо на нашей сцене. Вот такая творческая семья. Аплодисменты, друзья. Кристина, ну вам слово. Да, хорошо. Всем здрасте, да, всем с этим прекрасным днем. Нет ничего лучше, чем быть мамой, да, вот мне кажется, тут много мам, да, я вижу много добрых глаз. И действительно, да, это то, что у нас всех растит, и я писательницей стала, я сначала стала мамой, а потом начала сочинять и стала писательницей. Но я сейчас быстро уйду со сцены, потому что есть люди, которые сделают это лучше, чем я. Но я вам немножко расскажу, да, про вот то, что будет происходить. Мы сейчас с театром ВТК готовим радиоспектакль по одной из моих книг, которая называется «Друг за друга». Это не то, что я сочиняла, это то, что сочиняла жизнь, поэтому я свой гонорар отдала на ВВП, да, на спасение лесов Камчатки. Вот, а, в общем, структура книги заключается в том, что там собрано много-много историй реальных, да, которые случались в жизни между животными и животными, людьми и животными. Ну, в общем, это история про доброту и про то, что братья наши меньшие иногда обладают большей широтой, да, чем мы, сердце и всего прочего. Вот, ребята будут читать историю, но я расскажу, как это, что вот две из них, вот про серых читателей, да, вот они начнут с серых читателей. Это, например, история нашей соотечественницы, которая библиотекарь в Манчестере. Она мне ее прислала, найдя меня через интернет. Сейчас эта история про этого мышонка будет уже иметь продолжение, и он будет жить в библиотеке Пушкина. И вот я вчера вернулась из Калининграда, в общем, и гидой Минкульта Калининграда выйдет книжка про этого же библиотечного мышонка. А все началось вот с этой истории, которая есть в этой книге. Ребята, вам слово. На сцене Стефания Гарева и Роман Гарев-Жученко, артисты театра БТК. И это часть премьеры радиоспектакля, который выйдет в декабре. Можно второй микрофон поделиться с девчонками? Здравствуйте. Добрый вечер. Привет. Серые читатели. Мышонку Недо повезло. Он родился в библиотеке Манчестера. Библиотечные мыши наверняка весьма начитанные и сообразительные. Чем выгодно отличаются от других мышей? И как может быть по-другому, когда живешь в таком месте? Правда, только грызуны довольны своей квартирой. А вот руководству библиотеки такое соседство совсем не нравится. Поэтому на серых читателей ведется настоящая охота. Мышеловки встречаются в самых неожиданных местах. И в мышином сообществе даже ходят слухи, что вот наступит лето, людской поток схлынет и все хохотрают. Все через несколько дней после рождения недолго раздело. Не только потерять маму, но и пытаясь ее найти, очутиться аккуратно в ступеньках, ведущих в администрацию. Помещение показалось мышонку огромным. Ох, это было страшно. Мама учила. Никогда не выходи на открытое место, особенно днем. Там тебя могут убить люди. Люди — это огромные существа, но почему-то они боятся нас и ставят мышеловки. А мышеловки — это... Но не дозаснул, не дослужив маму до конца и теперь абсолютно не знал, что делать. Самое ужасное, что мышонок, скатившись по ступенькам и оказавшись на середине лестницы, никуда не мог деться. Он жутко промерз, был голоден и от беспомощности запищал. «Мама, пи! Пи-пи-пи! Мама, пи!» И помощь к нему пришла. Но это была не мама, а какая-то женщина. Удивительно. Человек и совсем не страшный. По ее теплым рукам не то сразу понял, что бояться нечего. Ольга уже не раз спасала библиотечных мышей от верной гибели. Однако такой малыш ей попался впервые. Пришлось залезть в интернет. Выяснилось, что мышатам нужно тепло и лучшего средства нет, чем наполнить рисом хлопковый носок, подогреть его в микроволновке и сделать мышонку-грыздо. Накормить не то. Задача тоже непростая. Пришлось купить детскую смесь и костье молоко и по капельке вливать ему в рот. А чтобы малыш смог переварить непривычный ему корм, надо было массировать его животик ватной палочкой. К счастью, не то, а креп, быстро. И вскоре его можно было выпустить в аквариум. Там уже жили мышь Сити, ее подруга Сентра и умный серый мышонок Линк. Каждый из них пережил свое приключение. Каждому из них Ольга спасла жизнь. И они совсем не хотели возвращаться в библиотеку из этого сытого и теплого места. Но наступит лето, не то совсем подрастет, и Ольга выпустит всех мышей на вольные луга. Главное, говорит она питомцам, чтобы вы опять не забежали, куда они следуют. Ну, это мы еще посмотрим, думают в ответ мыши и хитро подмигивают друг к другу. Первый рассказ такой символ верности. Белый аист птица красивая и поэтому часто попадает в зону интереса человека. А люди бывают разными. Не зря зоологи хотят привлечь к аисту внимание, а Ассоциация любителей птиц России объявляла его птицей 2014 года. Первая встреча Аиста Малены с людьми была не самой приятной. Охотники прострелили ей крылья. Она практически умирала. К счастью, птицу нашел житель хорватского села Степан. Мужчина забрал беднягу домой, выходил и выкормил. Но крылья восстановить было невозможно. Никогда больше не летать в Малене на долгие расстояния, никогда не зимовать на юге вместе с другими аистами. И хромокрылая птица осталась жить со своим спасителем. Но случилось чудо. Как-то весной на крышу дома Степана прилетел аист и свил гнездо. Представляете, своему неожиданному гостю мужчина дал имя Клепитан. Дальше события разворачивались, как в сказке. Клепитан особым цоканьем пригласил Малену жить вместе. Птицы поселились в свеженьком гнезде и отложили яйца. Малышей пернатые высиживали по очереди днем Клепитана, ночью Малена. А когда вылупились птенцы, они вместе кормили их червяками, учили летать и гордились их успехами. Степан не мог нарадоваться, как счастливо сложилась судьба его длинноногой подопечной. Когда наступила осень, подросшие птенцы вместе со своим папой улетели на юг. Малена же не смогла, лишь грустно посмотрела им вслед. Степан опять забрал птицу в дом. У них уже появились общие зимние дела смотреть телевизор, гулять и рыбачить. Ведь Малена, как все аисты, не прочь полакомиться рыбешкой, а Степану нравилась ее пернатая компания. Но разве заменит общение с человеком радость настоящей птичьей жизни. Каково же было их удивление, когда весной они услышали шорох на крыше. Выйдя во двор, Степан и Малена не поверили своим глазам. Клепетан по-хозяйски чинил прошлогоднюю квартиру, деловито подтыкая веточки и соломинки. Увидев возлюбленную, он запрокинул голову и особым клакающим напевом опять пригласил Малену к себе. Счастливая Аистиха забралась на крышу. Через какое-то время у пары снова появились птенцы. И опять они их высидели, воспитали, выкормили и поставили на крыло. И вновь Клепетан с подросшим потомством улетел на юг. Но теперь Малене было не так страшно оставаться, ведь она знала, что следующей весной ее друг вернется. Уже более десяти лет Клепетан прилетает к любимой и каждый год Малена встречает его. За это время они воспитали множество птенцов и каждой осенью Аист с подросшими детьми улетает, чтобы вернуться вновь. С древних времен Аист символ верности и почтительного отношения к родителям. И Мален и Клепетан подтверждают эту истину, демонстрируя любовь и преданность. Этот рассказ можно, правда, всем родителям послушать. Следующий рассказ тоже про маму, но необычную маму. Столетний мам. Мам. В страшную бурю маленький гиппопотам Оумен со своей мамой и сородичами оказался в Индийском океане. Малыша оторвало от семьи, а селенок не хватило, чтобы бороться с волнами. Когда буря стихла, испуганный бегемотик оказался в ловушке коралловых рифов. Он бы там и погиб, если б ему не помогли жители одной из прибрежных кенийских деревушек, которые зацепили тяжелого малютку рыболовными сетями. Спасенного гиппопотамчика решили отвезти в соседний заповедник, где шансов на веселую жизнь у него было совсем немного. Других бегемотов там не было. Но случилось чудо. Малыш так хотел найти родных, что, увидев музей, столетнего гигантского самца черепахи, принял его за свою маму. Наверное, потому что тот был большим, а еще у него были круглые серые бока, почти такие же, как у родительницы бегемотика. Овен радостно бросился к Мзи, но тот возмущенно зашипел на него. Ишь, какой наглыш, только пришел, а уже надоедает, не знаешь, что ли, что черепаших нежностей не бывает. И равнодушно отвернулся. Бегемотик не сдавался и не отходил от Мзи ни на шаг, с любопытством заглядывая в глаза, будто интересуясь, не передумал ли тот. Но как ни старался Овен заслужить внимание Мзи, тот игнорировал его. Черепахам вообще не свойственны привязанности, не зря же они хладнокровные. Однако наивный малыш, обрадованный тем, что нашел маму, все упорствовал. Ничего страшного, что она такая холодная, наверняка думал он, ведь полюбит меня и потеплеет. Однажды Мзи не заметил, как Овен заснул рядом. Видно, малыш прилег, когда черепаха спала. С тех пор их отношения начали улучшаться. Черепаха все больше позволяла надоедливому кипотаму, который и так хотел с ней подружиться. Прошло время, и они стали друзьями. Обожали валяться вместе в лужах, засыпать и просыпаться, прижавшись к друг другу. Овен повторял все, что делал его столетние мамы. Спал спал ночью, а не днем, как другие бегемоты. Ел еду, которая нравилась Мзи, а не его сородичам. Отношение хладнокровного мамы к своему приемному сыночку тоже потеплело. Он следовал за ним по пятам, участвовал в играх и даже нежно вытягивал шею, чтобы ласковый малыш мог ее облизать. Мзи норовоучительно подталкивал полстяка на прогулках и послушно менял направление, если сынок его об этом просил, ласково покусывая задние ноги, словно показывая правильный путь. А еще Мзи и Оуэн будили друг друга, когда была пора есть, и у них появился свой собственный язык, не похожий на шипение черепах и будильники попотамов, напоминающий заунывную песенку, которую начинает один и подхватывает другой. Когда Оуэн вырос, его пришлось отселить в другой вольер, чтобы он в буйных играх не затоптал своего приемного мама. Но живет он не один, у него появилась невеста, бегемотиха Клео, чему Мзи совсем не удивился и не такое повидаешь за сто лет. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, давайте поблагодарим еще раз Роман Гарьев Жученко, Степания Гарьева, спасибо вам большое, ребята. Степания мы вас благодарим отдельно за то, что на нашей гостепринной сцене вы сегодня олицетворяете самое настоящее чудо, вы скоро станете мамой, будьте здоровы, спасибо большое, аплодисменты, друзья. Ребята, спасибо, да, я еще расскажу, что это, ну, как бы, не плод авторской фантазии, это действительно история из реальной жизни, вот, и, ребята выбирали сами историю, связанную с мастеринством, ну, например, там есть история наших медведей из центра Велес, да, вы, наверное, знаете, да, это вот есть под Питер, центр, который спасает диких животных, про медведей, один из которых они спасли от киношников, там сделали ему операцию, а второй просто вышел к людям, узбеков, к которым он вышел, ну, он у них родовед и понял, что это просто ручной медведь, который у кого-то жил в Ленинградской области, и, в общем, ну, его, он, видно, надоел, его выпустили, и дальше он пошел общаться к людям, потому что еду добывать не может, и вот они же вот у нас Велес. Ну, а сейчас мы продолжим, и на самом деле хочу представить следующую, героиню нашего сегодняшнего вечера, Анну Цапневу, у нее есть классный проект, ну, рассказываю детям, как писать сказки, мы сейчас не будем заглубляться, да, то есть жизнь нам подкидывает реальные истории, иногда можно написать самому, мы просто поупражняемся. Ребята, посмотрите на меня и скажите, вообще кто-то сочиняет? Сам. А мама кому-то сочиняет сказки? Молодец! Вообще, что должно быть в каждой сказке? Кто обязательно есть? Без чего сказка не бывает и история не бывает? Кто-то знает? Мальчик, мальчик, да, без главного героя. Очень быстро поупражняемся. Кто в колобке главный герой? Колобок. Молодцы! И кто в красной шапочке? Красная шапочка. Вопрос на засыпку последний. Малыш и Карсон, кто главный герой? Малыш и Карсон. Оба назначим, но кто-то все-таки главнее, нет? Карсон. Но это говорит о том, что писатель очень здорово завернул свою историю. Такие есть, когда два главных героя, и мы не можем определиться, значит, ему удалось аж двух. Единственный совет по главному герою, не надо его делать идеальным, потому что я вам сейчас расскажу, есть такой мальчик Вася, он отличник, семья у него идеальная, это мама, папа, он занимается спортом, занимает первые места. Про такого мальчика было бы интересно читать? Мне кажется, нет, потому что таких мальчиков не бывает. Поэтому мой совет, не делайте своего главного героя идеальным. А второе, для того, чтобы история сложилась, что должно быть? Вот у Колобка что должно быть? Или у Красной Шапочки, иначе неинтересно читать? Да. Проблема. Молодец. Да, должна быть проблема. У Колобка какая была проблема? Суперсложная. Все его хотели съесть. Вообще он жил в очень сложном мире, где его все хотят съесть. Хорошо. А у Красной Шапочки какая была проблема? Или цель? Волк хочет съесть. Донеси. Да, и ей нужно было донести пирожки бабушке больной. Бабушки же часто себя плохо чувствуют. Хорошо. А у Малышей, Карлсоне, у Малыша какая была проблема? Почему нам интересно читать? У него был один. Ну, он чувствовал себя одиноким. Так часто бывает, да, поэтому вот, да, у него вот такой появился друг Кассел, и ему стало весело. Тоже очень такая, да, проблема, которая дрогает за сердце, потому что мы все иногда себя чувствуем одинокими. Бывает такое. Вот. И такие мастер-классы я провожу, иногда я анонсирую себя на состраницах, всегда, пожалуйста, приходите, но вот тут, благодаря, да, в магазин обуховеда я познакомилась с прекрасным человеком, Анной Цапливой, которая организовала конкурс ВЫСЯ, да, это такой проект как раз для детей, которые пишут. Вот, и мы с Анной точно придумаем еще много всего вместе, но вот, да, Анна, пожалуйста, выходи на сцену и расскажи про свой проект. Давайте поприветствуем еще раз, Анна. Проект ВЫСЯ, да. Я волнуюсь немножко, потому что это у меня первое выступление. Кто такой ВЫСЯ? ВЫСЯ – это мальчик, который помогает всем реализовывать желания, ваши мечты. Вот скажите, кто из вас уже знает, кем он хочет стать, когда вырастет? Есть такие? Кем ты хочешь? Танцора. А кто еще знает? А ты кем? Фермером? Фермером? А еще? А ты? Я хотела стать художником. Это я приглашаю тебя во второй свой конкурс. Не первый. Первый пока у нас... Да? Ты что, писатель? Да, это точно конкурс для тебя. И вас актрисы. Актрисы. Вот все, кто... И ты тоже знаешь. Химик. Я поняла. Кем? Химик. Химик. Вот все, кто уже знает, или кто-то хочет кем-то стать, или хочет себя кем-то попробовать, всех приглашаю вас в этот проект. Это для всех, кто хочет себя попробовать в любой профессии, в любой мечте. Первый конкурс у меня будет для тех, кто хочет стать писателем. Значит, для тебя. Да. Так что приглашаю тебя к Квисе. Все, кто... Все участники будут присылать свои сказки, свои произведения. И все остальные участники будут голосовать самые лучшие произведения, будут напечатаны в книжке. Самые настоящие книжки. Поэтому все участники, и получившие наибольшее количество голосов, которые понравятся, получат свою первую книгу сказок. Это в первой. А самый главный победитель получит мультик по этой сказке. Следующий проект будет для художников. Как раз вот кто-то хочет стать художником. Поэтому в проекте очень много разных направлений. Главное, что он родился для того, его предназначение, для того, чтобы помогать всем нам осуществлять свои мечты. Вот и мне он помог осуществить одну из моих мечт. Это оказаться на этой сцене перед вами и выступить. Потому что, когда я была тоже совсем маленькой, я тоже мечтала выступать. И потом куда-то эта мечта делась, потому что все мы подрастаем и занимаемся какими-то совершенно другими делами. И сейчас эта моя мечта опять возродилась, осуществилась. И благодаря Висе, и еще благодаря одной прекрасной девушке, которая сейчас выйдет после меня на сцену, которую я хочу лично сама объявить. Эта девушка, обладающая такой сумасшедшей энергией, которая знает четко, что она хочет в этой жизни и шла к этому всю свою жизнь и продолжает идти, несмотря ни на что. Которая заражает всех остальных людей вокруг идти к своим мечтам, к своим целям. Кстати, благодаря ей также родился и Висе. Поэтому я хочу пригласить на сцену первую, точнее, Электроверанчей России номер один. Девушку, которая открывала все городские, самые масштабные мероприятия в городе. Своей музыкой. У нее есть свой альбом. Кстати, вы все в подарочках получите и ее альбом тоже. И подарок от Висе, как от остальных участников. Так, девушка идет в своем волшебном платье. Запуталась. Я эту девушку очень люблю. Мы работаем и дружим с ней уже очень-очень много лет. И благодаря ей у меня исполняются мечты. И я надеюсь, благодаря мне ее мечты тоже немного... Я ей помогаю осуществляться ее мечтам. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Садись. Спасибо большое. Я, на самом деле, с вашего разрешения чуть дополню. У Ани сегодня дебют. И поддержите, пожалуйста, ее. Потому что у нее шикарный проект. Да, она немножко забыла сказать вообще, почему Висе. А это, на самом деле, очень-очень важно. Это высшее я. Это то самое я, которое живет в каждом человеке, в каждом ребенке и в каждом взрослом. Просто мы иногда забываем про это. Это то высшее я, которое может все, то, что оно захочет. Я вообще всегда даже своей дочери говорю, у меня такое жизненное напутствие. Живи и делай то, что ты хочешь. Главное, при этом не мешай другим. Вот, мне кажется, высшее я каждого человека именно воплощает эту идею. Делай, что хочешь, будь счастлив, и вокруг тебя будут счастливые люди. Поэтому, Анюта, я тебя поздравляю с рождением Висе и всех приглашаю в этот проект. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Олицетворение настоящей матери нам только что показало на сцене Могу сидя, могу стоя, двумя руками, быть красивой В общем, как каждая мама знает, что это такое Ну и, конечно, друзья, самый главный проект в жизни каждой мамы Это, конечно, ребенок И мы бы хотели пригласить на сцену следующую гостью Я сразу вам раскрою тайну Это дочь Софи На сцене молодая певица Милана Мурадова Песни нарисуй мечту А наши бурные авансы, друзья! Спасибо большое Я бы хотела нарисовать мечту Солнце и ветер молнию налетут Я бы хотела нарисовать полет Ветер свободы, что меня вдаль висел Вместо слез Нарисовать цветы Вместо разлук мосты Вместо утрат мечты Но красок нет Чтоб возвратить в рассвет Чтобы каждой минуте всех Не говорить прощай Я бы хотела время нарисовать Чтобы навеку улыбку твою поймать Чтобы навечно красок застыть в жизни В рамке окна оставил твой силуэт Вместо слез Нарисовать цветы Вместо разлук мосты Вместо разлук мосты Вместо утрат мечты Но красок нет Чтоб возвратить в рассвет Чтобы каждой минуте всех Не говорить прощай Время Не останусь Нарисовать цветы Вместо разлук мосты Вместо разлук мосты Вместо утра от мечты, но в косах нет, Чтоб возвратить рассвет, чтобы каждый минуте вслед Не говори проща, не говори проща, Не говори проща, чтобы каждый минуте вслед Не говори проща. Аплодисменты, друзья! Талантливая, нежная Вилана Мурадова! Благодарим тебя, дружок, за такой чудесный подарок для всех мам сегодня. Спасибо большое, мне тоже было очень приятно для вас выступить. Дорогие друзья, сегодня мы поздравляем мам, но дети. Самое главное, что вы должны запомнить, что самая главная награда для каждой мамы – это ваши успехи, ваши таланты. Дарите такую же радость, как сейчас Милана подарила своей маме, вашими успехами. Все, что вы делаете, всегда нас, безусловно, радует. Мамы, еще раз вас с праздником! Давайте поаплодируем сами себе! Наша программа не заканчивается. Мы переходим к следующей ее части. Мы бы хотели провести для вас небольшую викторину. Участвуют чур только мамы, потому что сегодня детки и так получат подарки, а мамы не все. Давайте мы с вами немножечко поболтаем. Да, у нас будут призы, их нам будет дарить Аста. Почему я свищу? Не надо свистеть. Очень легкие вопросы, участвуют только взрослые. Поднимаем руку и озвучиваем ответ. Какой цветок принято носить на одежде в День матери в США, Австралии и Японии? Как вы думаете? Какие есть варианты? Позди-ка. И это правильный ответ! Сразу же! Аплодисменты вам! Так, Аста нам сейчас принесет призы, и мы вас обязательно наградим. Так, участвуют только мамы, потому что книжки 18+, а мы в книжном магазине, и мы должны соответствовать всем нормам продаж. Так, вот победительницу нашу запомнила? Подари я одну. Может быть, кто-нибудь знает еще из мам, какой цветок считается символом Дня матери в России? Ромашка. Не ромашка. Нет, не колокольчик, но очень близко. Не фиалка. Не василек. Но вы в общем в очень правильном направлении идете. Не ирис, не ландыш. Не забудка! Да, это правильный ответ! И еще один наш приз уходит еще одной прекрасной маме. Победительнице. Итак, друзья, ну а мы хотели бы пригласить на эту сцену вновь Анастасию Мамот. Ваши аплодисменты, друзья! Наш добрый друг Анастасия. Конечно, очень сложно выступать после такой команды Софии с ее доченькой, которые просто, правда, зажгли. Это название соответствует действительности. Главное, не показаться скучным. Я хочу еще раз вас поздравить с этим замечательным праздником Днем Матери. Мама — это такое слово, которое для каждого из нас означает что-то личное, что-то неповторимое. Но в любом случае для каждого из нас означает очень многое. Например, моя мама, она вот сейчас сидит с моей младшей доченькой, чтобы я имела возможность здесь стоять на этой сцене и читать стихи. Я ее очень люблю и большое ей спасибо. Стихов про маму у меня очень много. Да, давайте не искупиться сегодня на аплодисменты. Это самое главное. Передоди привет нашей маме. Очень много. Очень сложно было выбрать. Ну вот я остановила свой выбор на стихотворение, которое я сейчас вам прочитаю. Мама стройна у меня, как тростинка. Мамы обычно едва с половинку. Холодные руки, прямо как лед. У мамы моей весь год напролет. Июльское солнце маму не греет, даже когда все от зноя потеют. Шуба ее не спасает зимой. Мама дрожит и визжит. Ой-ой-ой. Грели мы маму и грелкой, и пледом. Чаем горячим и вкусным обедом не помогает вообще ничего. Бедная мама дрожит все равно. Жизнь в один миг изменилась серьезно. Жутко сама я однажды замерзла. В речку упала, а осень была. Поздняя осень, такие дела. Мама и глазом тогда не моргнула. Тут же за мной в эту речку нырнула. Дочку большую почти что со дна. Мама тростинка наверх подняла. Потом уже дома пули раздела. Терла и грела озябшее тело. Горячая ванна, пледы и чай не помогали к несчастью сейчас. Мама расстроилась. Как же иначе? Меня обняла и чуть ли не плачет. Будто бы крошку прижала к груди. Так и сидели весь вечер по диму. Чудо любви или чудо науки. Чувствую теплые мамины руки. Стало и мне наконец-то тепло. Даже из носа сопли не текло. Милая, милая мама тростинка. Мама мерзляк. Мама хрупкая динга. Может быть сильной порой, как медведь. Может ребенка спасти и согреть. Будьте здоровы и счастливы, дети. Чтобы оправдались старания эти. Маме спасибо скажите за все. И поцелуйте вы руки ее. Спасибо. А сейчас мои стихи оживут благодаря творчеству моих замечательных друзей, артистов из Государственного института культуры и искусств, которые сыграют для вас спектакль. Он называется «Баллада про планшет». Микрофон. 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 Паливаня. Не играл он с пацанами. Из рогатки не стрелял. Мяч по полю не гонял. На рыбалку Ваня тоже не желал идти, похоже, позабыл велосипед, и пылится он сто лет. Что особенно печально, без друзей остался Ваня, не зовут его гулять, очень скучно с ним видать. Залежавшись на диване, стал бледнеть и чахнуть Ваня. Это просто беспредел. Может, Ваня заболел? Знаем мы болячку эту, пристрастился он к планшету. Ваню бедного в капкан заманил шальной экран. Что же будет дальше с Ваней? Скоро все узнаем сами. И сложу вам беспрекрас удивительный рассказ. Ваня чахнет и бледнеет, но по-прежнему не смеет от планшета отойти, словно зомби в нем сидит. Вот глаза уж покраснели, мышцы все окоченели, шея страшно затекла, изо рта слюна текла. Что-то пальцем водит Ваня на планшетовом экране. Там какая-то игра. С вурдалаками борьба. В интернете переписка, море вкладок. Все зависло. Подземнел экран позорный. Ваня сел ошеломленно. Он отчаянно все кнопки нажимал без остановки. Тряс безжизненный планшет. У того реакции нет. Может, села батарея? На зарядку поскорее. Ваня ставит агрегат, отключенный не в попад. Вдруг из черного экрана выболзает на пол рьяна, клешни, щупальца, рога. Щеглазая башка. Ваня в ужасе отпрянул, но успел его поганый монстр за ноги схватить. И давай к себе тащить. Замочил седавки слизью. Вот и все. Прощайся с жизнью. Гадкий монстр прохребел. И почти что баню съел. Медолага звал на помощь. А серебро всего лишь вон остатки тогда внушились по делам. Между тем вбивался в ногу. Ваня монстр понемногу. Но невероятно в журупой баня хватит ранчик злой. И об стену со всей силой кинул то, что так любил он. Звон. Осколки. Страшный рык. Монстр сгинул в тот же миг. Ваня сел на стул устало. Все разбито. Все пропало. Хорошо, хоть сам он цел. Но монстр мальчика не съел. Что же скажут мама с папой об осколках, павших на пол? Ведь планшет был дорогой. Крика будет ой-ой-ой. Время тягостно тянулось и пока что не вернулись мама с папой домой. Чем займется наш герой? Без планшета непривычно, непонятно, необычно. В этом мире Ване жить он задумался. Как быть? Взял метлу, решившись только поскорее убрать осколки. А в итоге ловко он во всем доме пол подмел. Вытер мебель влажной тряпкой, разложил все по порядку. Мусор вынес наконец. Как просил сто раз отец. Как порой мечтала мама, Ваня стал на кухне главной. Всю посуду перемыл. Макарончики сварил. Сыр натер, салат порезал. Стол накрыл Ванюша резво. Ужин вышел на ура. Сняли б шляпу повара. А родителей все нету. Заработались там где-то. Ваня сел и начал ждать. Книгу умную читать. Солнце село. Вечерело. Дверь замками засклепела. Мама с папой ходят в дом. Поздоровавшись с котом, Оба ахнули в прихожей. Убирали здесь, похоже. И повсюду чистота. Это дело лапкота? А кого же, если Ваня Все с планшетом на диване, Словно вкопанный сидит, За порядком не следит? Ваня с книгой? Что случилось? Нам такое и не снилось. Ты в порядке, милый сын? Папа мальчика спросил. Я планшет разбил по осколке. Отвечает Ваня робко. Все как было изложил. И про монстра доложил. Монстры взрослые не верят. От доклада свирепеют. Ваня, врать нехорошо. За ремнем отец пошел. Может быть, не надо все же В этот раз ремень тревожить? Мама тихо говорит. У меня душа болит. Бедный Ваня наш с планшетом Просидел почти все лето. И понятно, почему Монстры видятся ему. Виноваты в том мы сами. Слишком заняты делами. Мальчик дома заскучал И решил рубить с плеча. Я ему срублю, пожалуй. Недовижена она жалость. Ну-ка, Ваня, машь в кровать, Чтоб ремня не схлопотать. Ваня прочь ушел покорно. Остывали макароны. Сели взрослые за стол. Ужин пробовать простой. Новый сам пусть покупает. Расцены вещам не знает. Папа молвит про планшет. Мама шепчет. Ну уж нет. Без планшета Ване лучше. И недаром этот случай приключился. Ведь сынок преподал нам всем урок. Ужин вкусный, между прочим. Очень. Ты, наверное, права. Ни к чему теперь слова. Завтра жутром на рыбалку. Я возьму с собой Ваньку. Вместе время проведем. Понимание найдем. Эта мама поддержала. И скорее побежала сына милого обнять. Перед сном поцеловать. А планшет, стекло, железо. Для каких-то дел полезно. Но не более того. Жизнь прекрасна без него. Дорогие друзья, давайте еще раз поблагодарим наших гостей. За то, что они оживили стихи Анастасии Мамот. Перед вами на сцене до этого была детская писательница и поэт Анастасия Мамот. Слышит, но он на самом деле в курсе. Друзья, на сцене Андрей Тумарев. Спасибо, мама Бу-бу. Не сразу. Здравствуйте. Я думал книжку почитать. Всех мам с днем мамы. Спасибо мамам, что они мамы, а мы папы. И я открыл книжку, думаю, просто книжку почитаю сегодня. Такие здесь были люди сегодня. И сейчас еще придут сюда. Потрясающие просто. Кристина, Анна, София. Это улет вообще просто. Гениальная музыка. Такие великолепные писатели, творцы, исполнители. Что стоять здесь просто уже достаточно постояло. Убегай называется. А я хотел рассказать о том, как я открыл книжку Анастасии Мамот. Сейчас все-таки ее ждут. Я вот открыл ее и посмотрел. Сидит мама со шваброй. Видите? Сидит мама со шваброй. Ну и, конечно, в голову человека. Здесь Анна спрашивала, кем хочешь стать мальчиком, когда вырастешь. Вот мне 41 год. Мальчик пока еще не знает, кем хочет стать. Хотел стать. Кем? Рок-музыкантом. Не получилось. Но музыка от стихов Анастасии Мамот в голову все-таки пришла. Итак, «Мама, уку». Ночной горшок поставит в холодильник. И вынесет случайный пас. Кричала мама, Господи, помилуй. И дергался ее в неспавшие глаз. А на бегу. А на бегу. А на бегу, а на бегу. А на поспитушь как-нибудь. А на поспитушь как-нибудь. И выключаю. А на бегу, а на бегу. А скрипит я так не могу. А скрипит я так не могу. Я отвечаю. А на бегу, а на бегу. И на лень я уже куку. Представляете, я уже куку. Вам отвечаю. Все на бегу, все на бегу. Мама, куку, мама, куку. Мама, куку, мама, куку. Мама, куку, мама, куку. Все на бегу. Все, кто в площадках продуктовый, Ещё рывок и круг она замкнёт. А завтра промежит его по новой, И будет бегать так, пока живёт. Она бегу, она бегу, Она поспит уж как-нибудь, Она поспит уж как-нибудь и выключаю. Она бегу, она бегу, Оскрикнет, я так не могу, Оскрикнет, я бегу, могу, я отвечаю. Она бегу, она бегу, Признает, я уже куку. Признает, я уже куку. Мама, отвечаю, вместе. Все на бегу, все на бегу, Она куку, мама куку, Все на бегу, все на бегу, мама куку. Кукует мама так, чтобы очень долго Прожили мы за всею. Ей жизнь продлил мы тоже ненамного, Сказав, мамуль, давай я помогу. Мама, отвечаю, вместе. Она бегу, она бегу, Она поспит уж как-нибудь, Она поспит уж как-нибудь и выключаю. Она бегу, она бегу, Оскрикнет, я так не могу, Оскрикнет, я так не могу, Я отвечаю. Когда меня wzку, я все готова,ե con diga, Она бегу, она бегу, она бегу, она бегу, шэрикман. Она бегу, она бегу, она бегу, она бегу, Я бегу, я бабушкур tearing, я так не могу, Spoiler, мой Children. У них с чайю могут с кофе, отстёк они корни, Кто-то трейт, кто-то сочай, Мама куку. Папа тут тоже, папа тут, но все в этом станет довольны и счастливы. Спасибо всем большое. Вот как папа подарил нам подарок. Спасибо, Андрей. Аплодисменты артисту. Я просто не хотел бы представления, на самом деле. Я хотел позвать на эту сцену. Здесь была на сцене София, потрясающая, великолепная. Вообще, спасибо еще раз огромное. Вы знаете, всех финансовую, вот такая возможность. А я хочу пригласить сюда исполнительницу, она здесь стоит. Она тоже София, она София Костинова. Она будет исполнять песни на стихе Анастасии Молот. Аплодисменты артисту. Она будет исполнять песни на стихе Анастасии Молот. Аплодисменты артисту. Аплодисменты артисту. Аплодисменты артисту. Тяжело быть пауком, и спасать от мошен, и кусочек коборов, и паук хороший. Не берите пауков, не броните, он остается и оцените. Не берите пауков, не броните, у вашей активно и бильдер. Чистос с ним, зеленка мороз, будут пищевладенческую кровь. АПЛОДИСМЕНТЫ София, если можно, не уходи. Здесь было много принцесс, пора спеть про принцессу. Я не слышу, но договорились. Я хочу выйти из-за кулис. Из-за кулис хочешь выйти? Иди вот кулис. Я тебя встречу. Давай. А то отличную, все. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛИЦЕССА 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 ТЕССУ РАДИЛА И долго бродила, и вот заблудилась Принцесса, принцесса, в платье попала Иди заборалась, и очень устала Принцесса, принцесса, ей захотела На тракту не села, не поревела Причудища вышла, злой из леса Не было слышно, как хочет принцесса Принцесса, принцесса, нет, не боится Чудища должна помнить, не хотится Принцесса, принцесса, чудища лица Сделать окрошки, высушила, злой из леса Принцесса, принцесса, злой из леса Сделать окрошки, высушила, злой из леса Принцесса, принцесса, нынче бывают О чудо прогресса, чудища дают Сделать окрошки, высушила, злой из леса Аплодисменты Сонечка Умница, Соня, спасибо тебе большое за подаренный нам праздник Дорогие друзья, наша официальная праздничная программа подошла к своему логическому завершению Но мы с вами не прощаемся, потому что сейчас мы перейдем к самой приятной части Это подарки, правда? Милые дети, родители, оставайтесь на местах, мы сейчас вам раздадим наши подарки чудесные Вы сможете в них заглянуть, посмотрите, там будет от каждой из сегодняшних наших гостей По чуть-чуть маленький презент для вас Спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам в гости, на нашу гостеприимную сцену В Петербургской книжной сети, буквально на наши мероприятия Приходите обязательно, приезжайте к этому ваших детей, ваших знакомых Очень рада вас видеть Еще раз с Днем Матери вас всех, дорогие Праздников, поздравьте всех, кого вы видите по пути В церкви, мам, позвоните всем знакомым, мам Потому что это самое важное в жизни слова С праздником, друзья! Ура! Давайте с вами все поаплодируем! Сейчас мы в процессе получения подарков Малыши смогут с радостью их смотреть Там, конечно, книжки и софи, диск и куча-куча всего Дорогие друзья, наши гости, наши сегодняшние главные героини Писательницы и сегодняшние музыканты Сегодня мы сможем вам подарить возможность с ними пообщаться лично Если хотите, можно расфотографироваться, получить автограф Мы сейчас буквально за минуту с техническими паузами организуем удобное место И поэтому, если вы хотите, потом можно будет подняться на сцену Сфотографироваться, сделать селфи, подписать книжки Значит, и не расходить одно общение Любаясь над вами! Я приглашаю всех наших сегодняшних главных героинств Кристина Крепова, Анастасия Мамон, Анну Цаплина И, конечно, невероятная София Мы ждем вас на сцене, дорогие девочки Видите друг друга Ваша настоящая женская дружба должна плавно перетечь на сцену Располагайтесь, мы сейчас для вас организуем места Ну а вы, дорогие друзья, наши сегодня с ней гости Можете проходить на сцену, получать автографы, сделать селфи, сделать памятные инстагазии Чтобы у вас запоминуться в памяти в День матери с 2019 года На сцене в Сербургской книжной серии санкроектины Дорогие друзья, вот здесь у нас есть ступенька Если вы хотите пройти на сцену, вы можете пройти по этой ступенечке Давайте здесь, да? Мы слигентно организуемся в одной очереди Дорогие родители, посмотрите на меня, да, и дети Вот здесь у нас Можно снять курточки, расположить вот на стуле Чтобы дети выглядели на фотографиях красиво В мире вот здесь как раз для фотографий Вы можете фотографироваться с нашими сегодняшними гостями Получить добрые пожелания можно на книжках, которые входят в ваш сегодняшний подарочный пакет На диске, на всем со всем обязательно читайте наши книжки Да, следующий может проходить, шлагбаум поднялся Проходи зайка Друзья, те, кто уже получили автографы, у нас потом спускаются вот туда, со сцены в ту сторону Чтобы мы с вами тут не стали Сейчас, друзья, у нас коротенькая пробка кончится И мы сразу же пойдем дальше Обязательно подписывайтесь на всех наших сегодняшних гостей в социальных сетях Они чудесно анонсируют свои мероприятия Обращайте внимание на эти добрые проекты Участвуйте в них, поддерживайте Обязательно все прочитайте Друзья, кто хочет получить автограф на диске Вот сделаете как эта чудесная умница девочка Снимайте целлофан по сразу, хорошо? Хорошо Снимайте целлофан по сразу, хорошо? Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо большое. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.